Всем привет! В этом видео мы поговорим о Windows PowerShell. Разберем, что это такое, для чего он нужен, его ключевые возможности и основные команды. А также поговорим о написании запуске простых скриптов. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с полностью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Изучая начальный экран Windows, вы, вероятно, заметили это приложение. Найти PowerShell можно кликнув правой кнопкой мыши по меню «Пуск». Здесь есть два варианта запуска. Впервые Windows PowerShell был выпущен в состав Windows 7, как неотъемливый компонент систем. Кроме того, вторая версия была доступна и для более ранних систем, таких как Windows XP и Windows Vista, а также Windows Server начиная с 2003 года. Скорее всего для обычного пользователя этот инструмент окажет минимальную пользу, а вот для системного администратора данная программа является отличным помощником. Это видео скорее для начинающего пользователя. Для продвинутых пользователей следующая информация будет не новой. В ролике будет представлена базовая начальная информация PowerShell. Итак, давайте начнем. Сперва давайте разберем, что же это за инструмент и для чего он нужен. PowerShell – это современная стандартизированная оболочка командной строки, которая открывает доступ к более гибкому управлению компьютером и его настройкам. По сути, это та же командная строка, но с более широкими возможностями, которая предоставляет IT-профессионалам более широкие возможности для конфигурирования операционных систем. Проще говоря, это своего рода универсальный инструмент администрирования. Оболочка предоставляет удобный доступ к таким инструментам управления как COM, VMI и ADSI, а также позволяет выполнять обычные команды командной строки, чтобы создать единое окружение, в котором администраторы смогли бы выполнять различные задачи на локальных и удаленных системах. Функционал софта внушителен, с его помощью можно управлять службами, аккаунтами, хранилищами файлов, процессами и даже серверами. Оболочка открывает доступ к работе с объектами CON, NET, XML, запуску внешних команд, созданию и выполнению собственных сценариев и других различных операций. Оболочка PowerShell имеет собственный набор команд, как и консоль CMD, которые имеют название командлеты. В синтаксисе языка, определение командлетов и их параметров в этой программе отличается от привычного, хотя утилита способна распознавать и многие команды CMD. PowerShell прекрасно понимает команды вроде scd, dir, copy и им подобные. В этой оболочке они являются псевдонимами или алиасами, служащими просто для удобства. Например, команда dir, вводимая пользователям с целью просмотра файловой системы, соответствует командлету getchilt.it. PowerShell предлагает как чисто консольный интерфейс, так и полноценную среду разработки PowerShell ISE. Для запуска интерфейса командной строки в окне «Выполнить» просто видите PowerShell. Для запуска окна «Выполнить» нужно нажать сочетание клавиш Windows Plus R. Что касается PowerShell ISE, он запускается с помощью команды, соответствующей его имени, в том же окне «Выполнить». ISE предоставляет более широкие возможности разработчику благодаря подсветке синтаксиса, функции автозаполнения кода и другим особенностям. Здесь выделен в отдельной колонке список всех возможных команд и их описание, а также поиск. Для знакомства с работой PowerShell выполните команду help. Здесь вы увидите краткое описание работы и примеры использования. Для вывода всех возможных команд выполните команду getCommand. В PowerShell ISE все команды вынесены отдельным списком в колонке справа. Здесь они отсортированы по алфавиту и по модулям, а еще есть возможность осуществить поиск по имени. Присмотревшись к выведенной информации getCommand, вы можете увидеть, что в Windows PowerShell существуют алиасы, функции и командлеты. Алиасы служат для упрощения ввода команд. Например, CLC – это алиас команды ClearContent. Командлеты представляют собой реализацию всех встроенных в Windows PowerShell команд. Чтобы ввести вас в курс дела, приведу несколько основных команд PowerShell. Команда CD используется для перемещения между папками. От команды CD из командной оболочки Windows этот вариант отличает способность перемещения по реестру. Например, чтобы войти в подраздел реестра HKEY LOCAL MACHINE SOFTWARE нужно ввести следующее. Команда getAlias позволяет вывести список всех псевдонимов PowerShell. Псевдоним этой команды – GAL. А для вывода всех псевдонимов с их прототипами, нужно ввести следующую команду. Команда getCommand используется для извлечения списка доступных команд. А в результате выполнения help getCommand мы получим полное описание команды getCommand, включая назначение, синтаксис опций и т.п. С помощью следующей команды getService вы получите список всех сервисов, запущенных на данном компьютере. А для получения списка процессов, запущенных в настоящий момент на компьютере, применяется команда getProcess. Команда setContent или ее псевдоним sc используется для запуска значений файл. Если указанный целевой файл не существует, команда создаёт его. Приведённый ниже пример иллюстрирует запись значения myData в файл под именем newFile. Противоположностью sc является команда getContent . Команда jc используется для чтения содержимого файла. Например, приведённый ниже пример позволяет вывести на экран содержимое файла newFile. Команда getEventLog позволяет извлечь журналы регистрации событий Windows. Как и в случае с getProcess отсутствует необходимость в использовании дополнительных средств. Приведённый пример командой иллюстрирует извлечение 10 последних записей журнала регистрации событий. Также Windows PowerShell поддерживается автоматическое завершение ввода. Чтобы убедиться в этом введите getP и нажмите клавишу Tab. Вы получите возможность выбора всех команд, начинающихся с введённых символов. Для получения информации только об одном процессе в качестве аргумента команды getProcess задаются имя этого процесса, getProcess и название процесса. В оболочке собран их внушительный каталог, представленный сотнями команд. Запомнить все эти названия и предложенные к ним свойства не предоставляются возможным. Но этого и не нужно делать, большинство их используется крайне редко, а то и вовсе не применимы на практике. Следует обратить внимание лишь на самые важные и практичные, те которые несут в себе полезные функции. Помимо этого можно создавать собственные пакетные файлы, предоставляющие собой файлы с расширением ps1, в которые помещаются команды PowerShell и выполнять их. Несмотря на то, что PowerShell уже давно является частью операционной системы Windows, вы не сможете запустить его скрипты простым двойным щелчком. Для этого надо кликнуть правой кнопкой мыши по скрипту и выбрать запустить PowerShell. Для соблюдения безопасности пакетные файлы должны быть подписаны. Проверить текущие параметры политики можно введя команду execution policy. Результатом будет одно из следующих значений. Restricted – выполнение скриптов запрещено. Стандартная конфигурация. AltSignet – можно запускать скрипты, подписанные доверенным разработчиком. Перед запуском скрипта PowerShell запросит у вас подтверждение. RemoteSignet – можно запускать собственные скрипты или те, что подписаны доверенным разработчикам. Unrestricted – можно запускать любые скрипты. При тестировании можно отключить требования по запуску только подписанных файлов. Set execution policy unrestricted. После этого можно выполнять любые скрипты. Скрипты правки реестра. Создание и удаление директорий и файлов. Изменение настроек системы и т.п. Скрипт – это набор команд, который автоматизирует некоторую задачу, которую пользователь делал бы вручную, используя интерфейс программы. К примеру, следующий скрипт осуществляет запись текста в файл. Не забудьте после окончания тестирования PowerShell снова включить требования по запуску только подписанных файлов. Введите следующую команду. Windows PowerShell нельзя назвать простой и доступной программой. Она сложная для понимания и освоить ее за короткий промежуток времени не получится. Я же надеюсь, что после просмотра данного видео у вас появилось представление о том, что из себя представляет PowerShell. А на этом все. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.